Прямой телевизионный эфир – дело довольно хлопотное и ответственное как для его участников, так и для организаторов. У коллектива государственной телерадиокомпании «Корчаева Черкесия» уже есть, хоть и небольшой, но опыт проведения такого серьезного мероприятия. И надо сказать, что и первый блин не получился комом. Поэтому и нынешний прямой эфир, если чем-то внешнее отличался от предыдущего, то это заметит только наметанный взгляд телевизионщика. Итак, Рашид Борисович, позвольте начать. И в принципе вопрос как бы вводный. Что сегодня такого происходит в «Корчаево-Черкесии», что вы решили провести прямой эфир? Сегодня вы, ваша команда на подъеме «Корчаева Черкесия» постоянно идут только позитивные новости. Вот почему вы решили сегодня провести данное мероприятие? Добрый вечер, уважаемые телезрители, уважаемые жители «Корчаева Черкесия» республики. Во-первых, я считаю, что необязательно для общения с нашими жителями должно что-то произойти. Конечно, я готов и чаще их проводить, если у нас будут такими же темпами улучшаться, как вы говорите, дела в республике. Но я считаю, что прямое общение с жителями нашей республики не должно исходить от того, что какие-то острые темы возникают, или как мы чувствуем, что мы идем не по тому пути развития нашей республики. Еще раз повторюсь, для меня всегда было важным приоритетом это прямое общение с жителями и в таком режиме, в режиме прямого эфира. Ну и, конечно, это каждодневное общение с жителями нашей республики и в населенных пунктах, и в городах. Как и в прошлый раз, разговор получился открытым по существу, с вовлечением в него министров правительства «Корчаева Черкесии» и других чиновников. А разнообразие поднятых тем и вопросов затрагивало интересы самых разных слоев населения. Ну а сейчас я задам вопрос, как жительница Карачаевска, как и в прошлый раз. Рашид Борисбевич, нас очень обрадовало ваше заявление, что следующий год объявлен годом Карачаевска. Наконец-то вот второй по величине город дождался, чтобы обратили на него такое достойное внимание. Скажите, какие проекты нас ждут? Как это вообще будет? Ну, так как вы сейчас сказали о мэре города Черкеска Руслане Тамбееве, на самом деле мы фактически уже два года занимаемся тем, чтобы наша столица, город Черкесск, стал лучше, стал краше, стал удобнее для жизни, для жизни простых людей, для жизни всех категорий граждан. И я считаю, что у нас многое получилось в этом, но еще много проблем, которые предстоит нам решить. И, в принципе, по такому же пути, вот у нас был недавно разговор с мэром города Карачаевска, по такому же пути сегодня мы пойдем и в Карачаевск. Конечно же, это дороги, конечно же, это жилищно-коммунальное хозяйство, конечно же, это благоустройство, но и те основные проблемы, которые в первую очередь волнуют горожан, это детские сады, школы, больницы. Ну, все, что нужно для улучшения качества жизни людей. Еще до прямого эфира в редакцию поступило большое количество вопросов Рашиду Темрезову, а во время трансляции телефоны разрывались так, что девушки, принимающие звонки, практически не выпускали телефонные трубки из рук. Ни одна сфера жизнедеятельности не осталась без внимания. Социальная поддержка населения, развитие туризма, образование, здравоохранение, заработные платы бюджетникам. При этом редакторы старались не обходить острые углы, давая возможность главе республики ответить на самые неудобные вопросы или критические замечания. Насколько мне известно, что несмотря на то, что говорят, что садики переполнены, к примеру, в садике 37-м полет с сентября текущего года младшую группу посещают только 3 детей. В связи с этим у меня вопрос. Может ли руководство республики инициировать проверку в детских садах Черкеска, чтобы выявить реальное положение вещей по данному вопросу? Спасибо. Спасибо, Марина, за вопрос. Во-первых, я вот сейчас попрошу Русана Лича Тамбева, чтобы он вас принял и разобрался именно по вашей проблеме, по вашему вопросу. Но что касается проверки детских садов города Черкеска, то такую проверку мэр города инициировал сам. Мы с ним об этом говорили. Кого-то интересовали вопросы, актуальные для всей Карачаева-Черкесии. Других волновали темы, касающиеся конкретного населенного пункта, микрорайона или улицы. Федина Антонина Григорьевна из города Черкеска спрашивает. В Черкесске остался всего один общественный туалет в центре города. Это серьезная проблема. Ответите на вопрос. То, что касается общественных туалетов, вопрос правильный. У нас сейчас только есть центральные парки, но мы на следующий год будем строить. Сейчас уже мы делаем на Зеленом острове и делаем не просто туалеты, а будут такие, чтобы можно было. Там у нас много уже гуляют женщин, матерей с детьми, чтобы там были все необходимые условия. И планируем еще сделать в парке юность. И все-таки в большинстве своем люди обращались к главе субъекта не с вопросами, а с просьбами решить ту или иную проблему. Ведь озвученная в прямом эфире, она имеет гораздо больше шансов быть разрешенной. Представителями своих соседей и близких, пользуясь случаем, были и журналисты местных СМИ. Жители аула Псыж обратились в редакцию газеты «Абазашта» с просьбой оказать помощь в восстановлению рейсового автобуса, последнего отходившего от рынка 8.20. Многие, особенно молодежь, работают в Черкесске, занимаются в различных спортивных секциях. И им приходится добираться домой либо на такси, либо на перекладных. Возможно ли восстановление этого рейса? Спасибо. Иногда, как в этом случае, вопрос от журналиста, адресованный главе КЧР, описав траекторию бумеранга, решился тут же чиновникам, находившимся в двух метрах от задавшего вопрос. Если есть такая необходимость, мы сделаем анализ, и я думаю, что данный вопрос мы сможем решить. Вопросов, которые Рашид Тимрезов переадресовывал министрам и чиновникам, было довольно много. И это вполне естественно. Но не может глава субъекта быть в курсе абсолютно всего. И протекающей трубы в каком-нибудь доме, и поломанного забора на какой-нибудь улице, и необходимости оказания помощи какому-нибудь человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. Доходило и до курьезов. Мой внук, Пушкарский Петр Андреевич, обучается игре на баяне в детской музыкальной школе. Постоянно занимает первые и вторые места. Имеет грамоты, дипломы. Но у нас такая беда, что нет своего баяна. Он играет на баяне своего учителя. Баян Юпитер. Если можно, Рашид Борисбевич, ну помогите нам как-то хоть помочь. Помогите купить баян нам. Мы сами купим, только немножко хоть помогите. Обязательно поможем. Вот я вам предлагаю обратиться непосредственно к министру социального развития Тхахокову. И он поможет вам в приобретении баяна. Но с одним условием, что потом этот мальчик пригласит нас на какой-нибудь концерт, который будет давать. А некоторые дозванивались не для того, чтобы попросить что-то сделать для них, а чтобы просто поблагодарить за уже сделанное. Я живу в Португалии. Я отсутствовала 10 лет. Приехала в наш город. Рашиду Борисбевичу меру города хочу выразить большую благодарность за цветущий наш город, за преобразование нашей улицы Первомайской, за Зеленый остров, за Даватора улицу. Ну в общем, процветает наш город. Ваш труд... Я хочу оценить ваш труд. Спасибо вам большое. Я долго ждала, растерялась. Как можете, я не все выразила. Спасибо вам большое. Спасибо вам, Шагинат Ибрагиновна, за теплые слова. Спасибо большое. Рашид Борисбевич, это вас беспокоит с Малокарачаевского района, Учекенское поселение. Хотелось бы вас поблагодарить от лица жителей микрорайона Камеш-Кулак за асфальтирование улицы Героя Ижаева, 1500 метров. Также за многофункциональную площадку спортивную, за все школы и за ту помощь, которую вы оказали и вообще уделяете нашему району. Огромное вам спасибо от Связничной и от жителей Малокарачаевского района. Второй в истории нашей республики прямой эфир с главой субъекта длился два с половиной часа. А люди все продолжали звонить в студию. Кто с частными проблемами, кто с системными. Однако все эти частности как раз и должны разрешаться в результате системной работы по ключевым направлениям. Необходимо отметить, что на каждое из поступивших обращений, даже если оно не попало в прямой эфир, по заверению администрации главы КЧР, будет дан официальный ответ, при условии, что обращение не было анонимным. Руслан Альботов, Миха Каракелян. Итоги недели. Субтитры создавал DimaTorzok